благословен господь дающий нам каждую неделю изучать недельные главы это великое благословение и я знаю что многие люди которые приходят нам в гости они приходят именно потому что здесь есть комментарии торы я общался просто с людьми люди идут потому что не во многих церквях немногих собраниях есть такое углубленное изучение торы ветхого завета и благословен господь дающий нам слушать каждую неделю мудрость нисходящую свыше амен и сейчас я хочу пригласить на это место нашего дорогого друга нашего дорогого рэбэ романа давайте давайте подадим славу господу за него аллилуйя и знаете в нашей украинской еврейской традиции есть такая вещь что с пустыми руками не ходят знаете всегда с собой что-то приносит но обычно это обычно это связано как правило не 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 сейчас ты поймешь у тебя то что то есть обычно это связано с пищей да вот там какую-то там курочку собой жареную там пирожочки конфетки приносят да чтобы было разделить пищу покушать ох и вы знаете брат роман он тоже пришел не с пустыми руками он принес нам тоже пищу но эта пища духовного плана и давайте будем открыты для того чтобы вкушать то что бог будет давать нам через него хочу сказать вам шаббат шалом дорогие я вас приветствую господи маши их и хочу сказать спасибо вам что действительно я могу ваш сегодня лицезреть смотреть и при нем принимать в свое сердце свою жизнь отношения и дать бы помолимся богу знаете 6 6 я кажу то на заходе украине 6 хваливаюся боже я благодарю тебя господь за милость твою богатай твою зато богословение которое мы сегодня имеем мы имеем великую привилегию иметь общение во святом духе мы имеем общение с ешома шихом и богословение отца спасибо боже что мы имеем прекраснейшую семью спасибо боже что мы радуемся в семье и мы радуемся друг другу мы радуемся друг другу скажите поприветствуйте этого друга поприветствуйте скажите сава господу сегодня рад тебя видеть на служении сава господу и и хочу сказать что действительно приятно мне находиться дома я хочу сказать почему дома потому что дома потому что это то что я приобрел своей жизни это то что мне богословили и найти назидая и питая где можно хорошо кушать дома в ресторане ты можешь заказать себе шо хочешь но всегда получается чего-то не хватает знаете какого-то привкуса кто-то любит рыбу кто-то любит мясо ну кто что любит но когда мы приходим домой мы четко излагаем что мы хотим покушать вот валера говорит открываем холодильник но там может быть ничего не быть мы приходим на кухню и говорим любимая дорогая что ты мы собрались как семья и хотим покушать и живо дубля жена говорит боже мой в чем чем проблема и открывая свой снасти свою кухню мы все заходим и питаемся так и мое состояние на тебя приезжаю домой я приезжаю в я питаюсь я питаюсь и я хочу сказать что мы приехали послужить сегодня вам послужить всей командой я хочу сказать спасибо команде которая приехала найти это было их не желание их не такой искренне она это такой вну в радость мы мы едем служить я хорошо мы волнуемся это чем волноваться дома как дома себя чувствуете и я верю что вы получали что-то во время служения во время хвалы поклонения и я верю что вы будете и продолжать получать не потому что я что-то особое скажу честно скажу ничего не могу сказать особое как говорить о слове больше вот это особое я не особый он особый это тот который дает нам тот который богословляет и это то что сегодня я хочу с вами говорить на тему уникальная тема я слышал прошлое служение смотря на эти прямую трансляцию на сайте иск я хочу сказать спасибо что это происходит потому что можно смотреть можно что-то брать ибо на прошлое недели была тема семья божия до или община божья в семье я скажу вам я вдохновился я вдохновился том что семена подарка говорил и это весьма весьма было так на эти вдохновляющие и для меня это было хорошее тоже подкрепление ну я буду в немножко попроще да буду говорить вам муж божий по сердцу божьему и сразу когда мы на эти понимаем о чем идет речь мы тогда представляем кто бы мог быть и спи в писании можем божью по сердцу кто мог быть боже мы все знаем давид и мы тогда говорим давидушка дорогой ты наш мы как бог называю его по сердцу и и этот вопрос на тени не хочу как бы вам такой сдать такой маленький шашки деки таки маленькие шаги я думаю что мы все читаем библию читаем писание читаем описание поднимите ручки вот все читают смотрю смотрю кто то не читает да и мы когда читаем писание мы говорим бог избирает давида бог приходит знаете и избирает хочу вот такой задать вам вопрос понимаю что нахожусь еврейское общение все все знаете ну задаю вопрос сколько было лет давиду когда пришел пророк сколько здесь есть человек где-то лет 15 нету кто кто есть здесь но 16 лет есть только в молодой человеку кто-то есть нету есть 18 лет есть где дорогой сюда еще ваше мнение ваше мнение еще как сколько хорошо там 15 16 14 ну так может быть так лет так так 18 20 может быть да не может а я вышел может быть иди сюда а скажите вот так а лет так 30 может быть может быть да ну в форуме валики сутки селики не будет выставать активный был такой самый тут такой а то вот нет хорошо молодой человек я прошу вот вы когда подходите под найти под внешне под категорию в внешности давида мы рассуждаем потому что нам легко так рассуждать нам легко найти прочитал он юный молодой такой найти тут такого давидушка был такой на титк и еще ко всему же мы же как бы они прочитываем ну знаю что говорят он белокурый голубоглазый то есть прям она длинчик такой красавец такой ходитку вот мы имеем категорию 3 давида на эти три в одном эти 3d как говорят да это мы так представляем себе чтобы молодой себе что он делал там гулял только да что то я не понял чего там делал пасовес да вот иди вот хотелось вот и паси овечек вот мне серьезно это гу-ю-ю ходи вот так вот паси там овечек вот как хочешь куда пошел вот какая овечка к маме и знаете мы рассматриваем давидушка ходил пас овечек да вопрос вот в таком возрасте как он уже пас когда призывал вот он мог догнать льва мог конечно сомневаюсь догнать то может быть и догонит а как бы насчет того чтобы догнать вырвать из пасти ягненка оставить ягненка еще раз догнать придавить его и порвать ему пасть спасибо давид 1 уже ушел вот 20 лет это еще как бы нормально да вот может может быть вот точно может быть а как насчет медведя ну льва еще как то можно это были маленький львенок взял ту маленькую овечку что еле бегал вот как догнали его так и все такое знаете так вот да еще как-то в 20 лет еще можно найти поиздеваться над этим львом начал там помявкал там помяукал на эти все знаете но насчет медведя что-то как-то ошибаюсь я немножко да или нет может я вам скажу что те медведи которые там были они весьма были большими и даже львы знаете не не могли немножко не справляться с этими даже медведями вы согласны или нет выходил мишка и и кошечка убегала вот так я вам скажу вам точно вот эта уже категория давидушка тоже отпадает честно скажу так что вы не разочаровывались мы продолжим спасибо давидушка вот мы пришли к давиду так примерно лет так 30 который имел уже навыки знаете он уже как бы был крепкий и по виду и по росту он как раз подходит ну откуда мы взяли эти моменты что давид был слабенький знаете откуда мы взяли это все мы взяли из писания особо когда его позвали сразиться с кем а галяв какой был кого вы мне прислали помним да ну он же смотрел а да а давид говорит пойду с ним сражусь а ему дали что ему дали помним что мы дали ему одежду кого дали у нас же сразу представление с саубу о дядька здоровый классный чуть-чуть да на голову выше это на голову выше всех но не скажем что давиде выше и вот говорит давидушка ну если ты хочешь сразиться одень эти одежды и мы считаем даже не разбираясь мы читаем что написано что он одел одежду да походил вот ходи вот как вот уходил давид вот как ты его представляешь он ходил вот тех одежда как 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 он ходил ходил ему будет тяжело и куда неудобно тяжело да вот так вот так мы и видим этого давида маленького белокуров голубоглазого пасущийся ягненков и он одел но как-то ему все висит ему на самом деле если мы будем смотреть то что происходит давид одел походил ему неудобно почему неудобно не задавали себе вопрос чециторы чецит писания разбирающие писания почему ответ ответ не его размерчик то есть большой ответ б он никогда его просто не одевал какой выбираем никогда не одевал на самом деле его братья они они имели доспехи они были воинами и они удивились тому что сделал давид они удивились вот поэтому они смотрели и ожидали что будет в этот момент да и что происходит давид снял говорит слушайте мне неудобно на самом деле давид был крепкий здоровый потому что по структуре его по тому как бегать за за львами и сражаться с медведями и всеми другими но и по горам надо иметь некие навыки иметь иногда понимание стратегию стратегию и поэтому давиду который 14 лет как мы представляем мы далеко немножко не дочитываем и он снял да а почему я говорю что он был сильным я как к этому моменту давидушка ты мне еще будешь нужен будешь спасибо вот можете присаживать вы уже сильный вы заметили да вы уже вас ничего не болтается на вас на вас хорошо все и почему как бы а говоря об этом есть пример чтобы мы разбирались описание мы смотрели и понимали что бог из как нам представление что бог избирает да он избирает нас как немощных да он избирает но мы можем быть немощны во многих аспектах своей жизни мы можем немощные знаете быть ну не сильно знающие допустим классику да не знающие там астрологии и что-то другое 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 мы можем так быть такими слабенькими да кто-то может быть сильнее но это не говорит о том что бог избирает знаете ну вообще ничто и никак Потому что мы думаем так. Но у Бога все сбалансировано. И когда Давид он снял, он говорит, я пойду со своим оружием. Мы помним, не будем долго рассказывать, у него было пращи, он взял камушки. И он поражает, кого поражает. А теперь задаю вопросик с подковирочкой. Что сделал Давид после того, как упал тут Голиаф? Чьим мечом? Еще раз скажите громче. Чьим? Голиафом. А скажите, а Голиаф был выше? Ну, Сау был выше? Валера, вот ты как раз подходишь. Подходишь, а я могу сравнить с тебя, я буду маленьким. Вот такой был Голиаф. Он настолько был высокий и сильный, что все остальные были маленькие. Почему Голиаф выходил и смеялся? Вы помните, да? И войско Израиля что делало? Вот так смотрю. Переживая, дергаясь, знаете. И царь Сау говорит, мы не победим. Вы же понимаете, все. И когда-то произошло, он берет меч. Меч был тяжелее, чем Сау. И он его легко взял, отрубил. Взял голову и принес к кому? К царю. Вот так мы рассуждаем. Рассуждая, почему? Ну, так проще. Ну, вот так вот. Нам когда-то сказали. Нам когда-то рассказали. Об этом Давиде. Но можно задать вопрос. Причем здесь по сердцу? Вот тут есть момент, когда до этого мы возвращаемся. Пророку Бог говорит, пойди, выбери вот в это место, в эту семью и выбери мне. Пророк сделал это? Да, он сделал. Он приходит, он говорит, покажи мне всех своих сыновей. И он тут же выбирает, помним? Тут же увидел, красив, статный, все нормально. И один из братьев порадовался. Меня пророк выбрал. И такой еще один вопросик. Я, наверное, может быть, на кого-то буду похожим, но ничего-то хорошо. Вопросик за вопросиками. Кто в Израиле мог быть царем? В то время. Только родственник. Да. Родственник царя. Давид был родственником? Вообще даже отношений не имел. У Бога он делает что-то особое. Он избирает. Никто даже об этом не знал. И когда пророк узнает, он говорит, Боже, хорошо. Но он идет и исполняет. Но он приходит и избирает то, что как бы он представляет внешне. Он выбрал. Он говорит, вот Олежка, вот ты будешь, иди сюда. Вот ты будешь, вот, вот, я как пророк, вот, вот ты, вот ты, вот как раз вот статный, красивый такой, ну, царь, вот, ну хорошо, молодец. Он говорит, но Бог тут же, он, пророк делает то, что ему нужно было сделать. Он должен был что? Объявить, сказать, помазать и свершить то, что полагается. Как помазание, как мы говорим, ритуал. И только он об этом начал думать и приступать, Бог говорит, стой, а что ты делаешь? А почему ты избираешь по внешне? Пророк, он вообще-то встал и стоит и говорит, Боже, что мне делать? Говорит, посмотри на сердце. И тут же пророк говорит, а еще кто-то есть у вас? Спасибо. Ну, извините. Так сталось. Что-то меняется в этом всем. Меняется то, что пророк слышит. Он может прочитать, а что до этого не слышал? Такой же пророк уже не ошибается. Но чувство, которое было человеческим фактором, оно начинало действовать. Бог сказал, сказал, пришел, пришел. Выбрал, даже выбрал. Претензии есть? Нету. Какие претензии? Ну, какие претензии? Это же мы потом думаем, что мы уже читаем, что не по сердцу. Мы же потом уже знаем, понимаете, да? А на самом деле, это то, что мы делаем. Мы делаем. Мы, как мы люди верующие, но и не верующие. Мы всегда любим слушать чем? Ушами. Это хорошо или плохо? О, не знаю, как сказать. Не знаю. Если скажу, что хорошо, что-то он скажет, этот рэбэ. Скажу, что нет, тоже что-то скажет. Да ничего не скажу. Я всерьез скажу, ничего не скажу. Потому что то, что происходит, мы порой не рассуждаем, но слушать мы любим. Мы послушали. Какое оно все упоительное. Знаете, такая песенка такая есть? Какая-то песенка. Вот видите, мы тоже упоительное, вечера там поем. Все у нас, знаете, как-то вот так вот нам нравится. Но вот чтобы рассмотреть и послушать Господа, мы тут же, когда что-то не получается, мы начинаем быстро слушать Бога. И так быстро, что даже не успели понять, когда Он сказал. Че там говорю? Мы приходим на молитву. Мы помолились. Почему? Потому что в этот момент что-то не случилось не так, как мы ожидали. Боже, ну скажи мне, ну вот, вот, скажи мне, все, спасибо, папа, ты сказал. И тут мы спешим. И тут мы спешим, потому что Писание говорит, будьте внимательны, кого вы слушаете. Или нет? И мы тут начинаем, ах, я что, не Бога услышал? Дорогие, могу сказать, что порою мы слышим само себя. Потому что мы-то хотим услышать самого себя. Но хотим услышать так, первое, пунктика, чтобы это выглядело бы не самого себя, а как бы... Нет, извините, грубо выразился. Сказал Бог. А если он сказал, то эта часть, которую он сказал, она меняется или нет? Ну, я скажу вам, нет. Когда Бог говорит, Бог говорит, Бог, Он говорит в четкости, что нужно сделать. То, что Он говорит, оно не меняется. Но мы меняем. Вот то, что сделал пророк. Он услышал, Он все сделал правильно, но Он выбрал, потому что так представил, что так представляет себе Бог. Он представил, что именно вот так вот выглядит царь. Но когда он обратился, и Бог обратился очень серьезно, пророк, если вы будете внимательны, если это почитаете, у него пришел страх. В этом всем, если посмотреть, он остановился и сказал, Боже, скажи мне. И он говорит, по сердцу, по сердцу. Это первое царство, да, начиная с 16 главы, и мы смотрим по всем этим всем. И пророк говорит, а еще кто-то есть? Он говорит, есть. Но вообще-то, знаете, как отец, он посмотрел, да, есть еще младшие, самые младшенькие, самые любимые, самые хорошие. Знаете, вот все любимые сыновья, они младшенькие. Ну, кто-то говорит, ну, не нукайте, это правда. Да это правда, послушайте, это правда. Почему? У них же восстание. Мы с вами потом поговорим. И вот приводят его, и Бог показывает, и четко пророку говорит, муж мой по сердцу. Вот тут вот начинается первая, первая часть, когда Бог показывает. Он говорит, выбери, выбери как? По сердцу. Тут уже Бог дает четкое понимание пророку, что этот человек, избираемый через себя, мною, по сердцу. Этого часть важна в нашей жизни. Важно, когда мы избирательные Бога. Когда мы прислушны к Богу. Это было такое маленькое вступление к проповеди. Чтобы мы понимали, когда мы будем говорить дальше о Давиде, чтобы в наших глазах он не был этим маленьким. А мы же говорим, да нет, он же потом подрос. Ну, если 14 плюс, там еще побегал от царя, там, туда-сюда, там, ну, где-то еще лет так 8 можно добавить, да? Ну, примерно, да? Ну, примерно, где-то ему было 22 года, и 22 года стать царем, что-то не склеивается. Нереально. Если говорить о Соломоне, он был один из всех молодым, которые ставшие царем. Из всех. То есть, и есть категория, и есть возрастная категория, и есть Божий взгляд на это все. Это то, что мы с вами говорим и говорим, да, нормально, Бог избрал Давида. Он поставил, он его, дает ему такое богословение. Да, но у Давида нужно было этот момент в жизни преодолевать. Нужно было шаги, нужно было много чего в жизни, знаете, понять, приступить и принять. Но у Давида были сложности в жизни. Мы знаем это? Знаем, и мы сейчас разговариваем, эти сложности были у Давида, когда он согрешил. Но перед этим, что он делал, он все был послушан Богу. Был Богу послушан? Был. Во всем, послушайте. Он был послушан Богу. Бог говорит, иди завоюй. Он идет и завоевывает. Иди это сделай, иди так, иди так. Но есть моменты, когда он плачет перед Богом. Есть моменты, когда он молится и говорит, не знаю, что делать мне. Боже, я не знаю, что делать. Мне было легче сегодня говорить и применить Давида, потому что это реально мы с вами. Реально, знаете, это тот человек, который, знаете, переживал. И мы с вами переживаем. Мы с вами переживаем, знаете, отношения жизненные. И я вам скажу, что каждый из нас имеет желание. Кто имеет в своей ситуации какое-то желание? Вот имейте какое-то желание. Угу. Два. Это называется, знаете, такая часть нашей души. Желание, отчаяние души. Вот мы хотим. Эти моменты я буду сегодня рассматривать, ну, как бы по пунктикам. Если вы будете внимательны, мы посмотрим и Давида, и все отношения. Я четко понимаю, что лично я, когда к этому всему готовился, я увидел себя. Я увидел себя во многих моментах в своей жизни. Я увидел то, что есть мое внутреннее, и то, что я хочу. И я говорю, Боже, веди меня, чтобы я был тем, которым ты видишь меня. И вы знаете, Бог ведет. Но чаще всего я говорю о себе. Я где-то останавливаюсь. И что-то начинаю думать и говорить, вот я этого хочу. А что этого хочу, я вам сегодня буду говорить. Есть некая причина, которую мы исполняем, и они должны быть мгновенно исполнены. Первое, это они делятся на некоторые три категории. Первое. Покушать, одеться и крыша над головой. Это первое. Если все эти три части мы в жизни как-то вот в желании своем исполняем, то у нас есть другая часть. У нас есть другая часть, это уже, знаете, немножко уровень повыше. Что в этом уровне есть? Это благосостояние, улучшение и усмотрение, желание своим. Это отдых. Но отдых у нас должен быть уже в этом уровне непростой. И вот в этом всем, вы заметите, да, это желание нашего внутреннего человека. И так смотрю, такие глазки такие веселые. И что ты нам этим хочешь сказать? Что-то плохое. Что-то плохое. Что-то плохое. А вы как думаете? Нормально. Если сам по себе, то нормально. А как вы думаете, как на это смотрит Бог? Ой, как быстренько я вижу как-то знаки в вопросе так пум-пум-пум-пум-пум повыскакивали. Кто смотрит? Он никак не смотрит. Он что, обижается на меня? Нет. Вот это хорошо, что я услышал, что нет. Почему я начал с Давида? Почему я начал с его возраста? С его призвания его выбрали не по внешности, а по сердцу. Кто из вас верит, что нас всех избрал Господь по сердцу? Поднимите ручку. Ой-ой-ой, какие мы сердечники, капли псяпели. А то. Ой-ой-ой, сердечники вы мои. Вот мы говорим, мы по сердцу. А я хочу, знаете, такой, ну, еще один вопросик задавать. Если по сердцу, то что-то он сказал нам сделать или нет? Аминь-аминь. 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 Так, аминь-аминь. Или аминь-аминь? Аминь. Если то, что говорит Бог, избирает, то как-то вот это все где-то надо вместить то, что мы хотим сделать. Оно как-то тяжело совмещаемое. Вы как-то усматриваете, нет? Тяжело. Я понимаю. Я однажды, знаете, у меня есть один хороший служитель, друг, товарищ, и мне нравятся его, знаете, как бы вопросы и ответы, когда он разговаривает. И когда мы с ним встречаемся и что-то говорим, он мне такими, знаете, наявными за этими вопросами в мою жизнь. А я ему говорю, нет, вот я хочу спросить, а он говорит, а ты как думаешь? Ты такой Дмитрий Вадимир Щеткевич, мне нравится. Знаете, и вот мне нравится то, что его ход мыслей, а то, что, знаете, когда ты начинаешь думать, то ты начинаешь думать вот этим, простите, своим умом, не чужим. А вот здесь категория, знаете, людей, когда что-то не происходит, начинает думать не своим умом. Почему? Потому что, а что-то не получилось в этом всем, мы избираем людей себе сильных, которые могут мне сказать мне, вот Олешка, что ты мне скажешь в мою жизнь? Скажи мне, вот скажи, что мне делать дальше? Вот все пробовал, ничего не получилось. Скажи, что мне делать? Скажи, ну скажи, не мучи. И он мне начинает, знаете, как говорить мою. Я говорю, да, да, все, все, зачем мне думать? Но Бог показывает совсем по-другому. Давид, он интересно подходит к этому всему. Помним, как он походил, неудобно. Он сделал то, что ему было уже знакомо. Но во всем остальном ему нужно было четко послушать Бога. Что ему нужно делать? Если Бог призвал, если Бог помазал, если Бог дает это все, то он дает свое направление, свое водительство и ему лучше подчиниться. Почему? Потому что Бог ничего худого нам предложить не может. Скажи, скажи, аминь. Аминь. Он не может нам предложить что-то, знаете, худое. И он не может, знаете, над нами посмеяться. Он не может, знаете, как бы дать нам что-то, а потом посмотреть и говорить, боже мой, это ты неудачник. И ходить постоянно на бой и смеяться, какой ты неудачник. А я-то думал, что ты можешь. Бог так не думает, дорогие мои. Нам свойственно так думать. Нам свойственно думать так. И что все происходит, вот эти моменты душевные мы применяем быстрее всего. Если Бог говорит, что я позабочусь, что-то меняется в этом или не меняется? Он говорит, что я позабочусь о вас. Что вам? Что вам? Одеться. Он это делает или нет? Делает. Можно я задам вопросик такой? А как он это делает? Через нас. Через то, что мы имеем. Если вы имеете работу, мы будем благодарны за то, что мы имеем? Аминь. Да, дорогие. Мы будем благодарны этому. Но наша благодарность очень быстро заканчивается. Очень быстро. Почему? Потому что, Боженька, ты дал мне эту работу, но ты немножко не усмотрел, что я хочу большего. Разве я больше хочу плохого? Ты знаешь, Боже, у меня вся жизнь впереди. У меня столько много всего надо успеть сделать. А мы покушали, нам хочется что-то больше покушать. Но вкуснее. А вот мы покушаем это вкусненькое, мы хотим еще большего. И наш аппетит растет. Поверьте, он растет. Или мы даже оделись, знаете, если мы одевались, допустим, десять лет назад вот так вот, по-скромненькому, и мы были этому рады. И Бог нас благословлял. Он дал нам, знаете, лучшую одежду. И если мы сказали слово Богу, он будет продолжать нас одевать. Даже в ту зарплату, которую вы имели. Послушайте, это правда. Как она происходит, не знаю. Но я знаю точно, что он это делает. Что он это делает. И возвращаясь к Давиду, к его хождению перед Богом. Когда он, знаете, начал расти и в этом всем, он имел благость. Он имел все. И тут можно сказать, вот Давиду же было хорошо. Он был царю, помазанный, избранный. У него было все. Что нам до того Давида? Он был царь, а я кто? Кто я? А кто Давид? Я хочу как бы немножко показать тот момент. В то время не все могли стать царями. Не все могли стать пророками. Не все могли стать священниками. Да? Избирательная часть Бога, оно видимо конкретного человека и знающего. Потому что это Господь. И Он избирает и вкладывает. Сегодня мы с вами имеем великолепнейшую, прекраснейшую жизнь. Почему? Потому что Ешума шеях, Он взял все наши с вами, что? Грехи. Он взял все наши немощи. Он взял все на себя ради нас с вами. Ради нас с вами, чтобы мы были свободны от этого всего. И Он пришел в нашу жизнь, чтобы подтвердить, что Он избирает нас с вами. Он пришел и постучал, когда мы говорим, в дверь. Я хочу спросить, в какую-то дверь? Он постучал в сердце. Бог не избрал нас внешне. Он посмотрел на наше сердце и говорит, сегодня твоя жизнь, она открыта передо мною. И мы говорим, я принимаю тебя, потому что ты обратился в мою жизнь. И Он говорит, что я искупил тебя. Он говорит, что я простил тебя. Я обновил тебя. Я даю тебе силу богословения, силу твою. Я даю себя. Себя. Живого машинника в твою жизнь. И мы меняемся. Послушайте, и мы становимся абсолютно другими. Кто помнит этот день, когда вы приняли Иешуа? Поднимите. Скажите, это был радостный день для вас? Радостный. Он избрал вас. Аминь. Я хочу сказать, что Он избрал нас быть служителями Божьими. Божьими пророками, священниками, апостолами, евангелистами и учителями. То время избирательное и это, оно имеет разницу? Кто сможет, никак. Послушайте. Народ ходил. То, что говорил пророк. То, что говорил Моисей народу, народ исполнял. Потому что без того, что было сказано, ты не мог делать, просто ты был наказуемый, если ты считался народом Божьим. Если ты делал грех, за грехи были какие-то жертвы? Были. И за это все мы должны были отвечать своими поступками, делами, которые были неправильными перед Богом. Но как жертвой? Жертвой. И мы сегодня имеем одну жертву, которая нас освободила. И Он распоряжается, и Он тот, который дающий нам дары в их пользование. Я вам скажу, что вы все даровитые. Вы все имеете призвание Божие. Вы все имеете отношение к Богу. К Мошеху. И Он сегодня дает нам эту силу магословения, чтобы мы имели в этом всем радость, что мы избраны Богом. Что мы служим, что мы имеем желание. Ради чего? Потому что ту цену, которую Он заплатил, то, что Он сделал, она никакой мере мы не можем ее оценить. Никакой мере. Нет такой цены, которой мы можем назвать эту цену. Нету. И мы говорим, Боже, я хочу быть Вадимым Тобою. И Давид, он как мы с вами, только ответственности у него было гораздо больше. Он отвечал за весь народ Божий. И за поступки свои он много отвечал. Послушайте, если мы бы так бы отвечали за свои поступки, как отвечал Давид того времени, я скажу серьезно бы, я не знаю, ли бы я смог бы здесь сегодня быть перед вами. Четно признаюсь. Потому что за все свои поступки нужно отвечать. Давид, он делает по-своему, все, что сделал Давид, он увидел, ему понравилось, он захотел. Помним? Это то, что он захотел. И за то, что он захотел, ему пришлось за это что? Отвечать перед Богом. Ему было достаточно. Но в то время, когда он это сделал, он был настолько, знаете, радостным, он настолько был таким счастливым, что он это сделал, что он это сделал вот так вот хорошо. Ему было прекрасно до тех пор, пока не пришел пророк. Попросили поближе микрофон. И Давид, он сокрушается. Но пророк пришел с очень мудрой мудростью. Он узнал, что сделал Давид, все в четкости. Он приходит и говорит. Давид, хочу рассказать тебе притчу. Один человек, имевших много овец, и хотел сделать пир друзьям. Но он не взял ни своих овец. Пошел к другу, который дорожа имел практически ничего, кроме этой овцы. Он пришел, забрал ее, приготовил ее и пирствовал. Скажи, царь, что делать в этом случае? Помнил, что это делал Давид? Он аж встал. Он сказал, что, слушайте, поймайте этого, вора, и публично его объявите перед всем народом, накажите убить его. А пророк так смотрит, говорит, Давид, хочу тебе сказать, это ты. И Давид, он остановился во всем. Он сам сказал перед себе, кто он есть. Мудрость, это то, что нам с вами не хватает. Мудрости друг другу. Мы многие знаем друг друга. Мы многие знаем отношения, кто как поступает, кто как делает. И мы тут же, знаете, мы же такие люди набожные. Мы же не хотим обидеть ближнего своего. Но когда видим, мы говорят, боже, давайте так вот, ну, мудро подходим. Какой ты такой хитрый. Какой ты мальчик. Ты на служение не ходишь, ты лукавый, ты грешный. И куча-куча начинаем. И человек говорит, он знает свое состояние жизни. Послушайте, каждый из нас знает свое состояние жизни. знает, чем мы занимаемся, что мы делаем, что мы говорим, как мы себя ведем, себя. И много-много, мы все знаем сами о себе. Мы знаем, но эту часть мы делаем такой, знаете, для себя, скрытой для самого себя, обманывая себя. И Давид, он сокрушается, и он уходит в молитву. Помним? Он уходит в молитву. Ему нужно было подтверждение Бога, что Бог не забирает то богословение, которое было забрано у кого? У царя, который был перед ним. Он у них, он понял. Если он нарушит и не будет прощения, то придет же пророк к другому и скажет, я помазываю тебя. И Давид даже не будет об этом знать. Но он увидит результат, потом увидит. Он увидит, что он потерял это богословение, он потерял это водительство Бога, он потерял это. И я обращаюсь к вам. Мы хотим в своей жизни, что мы хотим? Мы хотим быть успеваемы в Боге или успеваемы во всем остальном? Я задаю некоторые вопросы, чтобы мы посмотрели. И оно тяжело послушать. На самом деле, некоторые моменты в жизни нам тяжело применимы. То есть, не применимы, а исполнимы. Ну, как это? У меня же надо богоустроиться. Мне надо что-то иметь вот это. Ну, я же так распланирован. Ну, как это? Это как-то несовместимо. В Боге совместимо все. Давид, он приходит к Богу и он молится, упрашивая, вымаливая Боже. Боже, я прошу Тебя. Я прошу Тебя. Я прошу Тебя. Я прошу Тебя милости. Я прошу Тебя. Только не отведи от меня Твое богословение. От Духа Святого, чтобы я не был отделен. Боже, молю Тебя. Молю Тебя. Боже, за то, что я сделал, я готов пристать перед Тобой. Я готов потерять свою жизнь. Я готов отдать ее за свои отношения. Но, Боже, дай мне этот момент. Дай мне это время исполнения. И он молится, и он молится, и Бог дает ему подтверждение. И мы можем сказать, все. Давид получил прощение. Ему все стало легко. Это как в нашей жизни. Мы что-то делаем. Мы начинаем молиться, проститься. Боже, Боже, Боже. Ну, прошу Тебя, прости меня. Но я больше так не буду. Но я больше не буду. И тут же мы еще не успели закончить молитву. Мы еще не успели, знаете, это вот как бы, ну, истинно покаяться перед Богом. Мы себя тут же в мгновение учешаем. Аллилуйя. Бог меня простил. Да или нет? Да. Кто-то говорит, нет. Кто-то говорит, да. Послушайте. То, что происходит, им нужно было подтверждение. Это то, что говорил Семен Поздырков на прошлом служении, когда он говорил о тех вещах, что когда нам что-то говорят, ну, исправить свою жизнь, не делать так, мы очень так агрессивно как бы относимся. Ну, а что это такое? Я с Богом разберусь. Я пойму, что Он мне скажет мне сам. Бог не такой. И в прошлом служении был приведен пример из Писания. Бог, кого любит, несправедливо. Ветхозаветнее отношение. Он пришел в Новозаветние. А мы же не можем даже разобраться, как это Он наказывает. В Новом Завете нам как-то вот в нашей жизни непонятно. Я скажу Вам, что сам, знаете, вот как-то был в свое время, ну, в какой-то момент был какой-то недовольный. Поговорил там по служению, какой-то был весь, знаете, такой весь эмоциональный. Я вообще-то эмоциональный. Я сейчас стал таким спокойным, мягким. На самом деле, я эмоциональный. И понимаю, что я был неправ. Ну, там сказал, ну, все прости, извините, все было так вот на горяча. И понимаю, что нету этого, знаете, отношения, такого клика. Что все прошло. Ну, я же успокоил себя. Погрячился. Ну, с кем не бывает? Ну, с кем не бывает? Я же, мол, ну, что, я еще несовершенный. Все нормально. Ну, с кем не бывает? Не-не-не-не-не-не-не-не. Мне было бы остановиться, признаться и покаяться. А человек мог бы сказать, извини, Ребе. То, что ты Ребе, зови Господу, а мне больно. А мне вот как-то было неприятно. Это не значит, что только одно… Это наши отношения между другом бывают такие. И он говорит, я не готов тебя простить. Значит, что мы делаем? Ну, я попросил, ну и с тебя с этим надо оставаться. Писание говорит об отношениях. Когда ты приносишь жертву Богу. Новозаветные отношения, да? И идет, приносит к Богу. И Господь призывает тебя оставить жертву. И пойти что сделать? Вот. Мы же так любим это. Аллилуйя. Сейчас бы сказал, я знаю, что я в прямом эфире, не могу сказать это. А скажу, знаете, по интеллигентному, в лучшей форме. Вот ты меня обидел, вот ты за мной бегай. Точно знаешь, что у тебя ничего не получится. Что бы ты как-то не старался перед Богом. Если ты не сделаешь, не применишься со мной. А я тебе, я вам скажу вам, как бы вам, когда мы применяем эту часть местописания, вот, вот, то мы вдвойне участники непрощения. Почему? Потому что нас обидели, а Писание говорит, вам лучше быть каким? Обиженным. Что-то не могу понять это Писание. Как-то оно сложно складывается. Тут говорит, оставь, поди примирись. А тут вам лучше быть обиженным. А тут я хочу, чтобы меня пришли, попросили прощения, не складываются. Но у Давида, он говорит, да коли Боже, ты не подтвердишь меня, я не выйду из этой комнаты. И он увидел, очень ему было печально, но он увидел, и он понял. Но он не оставил своего себя уже в легкости. Послушайте. Все, что происходило в его дальнейшей жизни, он понимая, что его было отношение перед Богом нарушено. Но он понимая, что Бог с ним, и он не предъявлял претензий потом к Богу, и что-то было не так. Не всегда было у него потом гладко. Послушайте, очень тяжелый момент у него был в жизни. Сейчас я скажу вам место Писания. Это у нас первая книга царства. Запишите для себя и прочитайте. Он возвращается еще своим войском домой. Враги пришли в город, ограбили его, сожгли его до тла, забрали всех в плен, молодых и жен, молодых детей. И царь приходит. Как вы думаете, что он там увидел в своем городе? Он увидел руины, пожары. Там ничего не было, камня на камне не было. И все, которые с ним ходили, солдаты, которые были с ним, они увидели все то же самое. Как вы думаете, что думал в этот момент Давид? Смотря на все, они начали плакать все. Они плакали столько, я не могу понять даже сколько дней, но знали, что они столько плакали, что уже потом не было слез. Не могли уже плакать, нечем было плакать. Это то, что было близко, это то, что было близко в его жизни. Жена, дети, народ. И когда это все происходило, и все плакали, когда уже выплакали, ну ребята, которые были с ним, которые воевали с ним, они восстали против Давида и искали его, чтобы его уже убить. Вообще-то, по соотношению сердца и то, что произошло бы, на самом деле бы вот так вот нам нужно было поступить. Потому что они... Почему мы, Давид, столько раз мы шли завоевывать? Тебе же говорил Бог. Ты же вел нас именем Божьим. Что произошло в этот раз? Что мне так сделать? Послушайте, претензии были у них не к Богу, а претензии были к Давиду, претензии были к самому Давиду. Почему ты не услышал Бога вот так, как надо? Почему Бог позволил? И это все ожесточение пришло. Давид услышал об этом, говорит, послушайте, вот я. Пожалуйста, вот я. Но давайте мы помолимся Богу. Помолимся Богу, и они начинают молиться. И он начинает молиться, и он говорит, Боже, скажи мне, мне их догонять? Бог говорит, догоняй. А что еще? Вот догонишь их, все, что они у тебя забрали, забери обратно. И много, не мало, 600 человек начинают догонять. Они начинают догонять. И может быть, а как же они эту ситуацию поняли, что не надо поднимать руку на Давида. Я вам скажу, что когда Давид обратился к Богу, Бог встал за него. И для них перестало что-либо обвинительно выглядеть. Перестало. И в этот момент они догоняют, но догоняют не все 600 человек, а 400. 200 отстают, потому что они не могли дальше догонять. И догоняют другие. А они когда увидели, что жены и дети с ними, знаете, сколько было радости. Для Давида это было вообще сверхъестественно, потому что он оплакивал всех своих родных. Бог, но он не сказал, Бог, за что ты мне так? Если я столько согрешил, тогда согрешил, разве я не оправдался перед тобою? Разве я не исполняю или не делаю? Но он склоняется перед Богом. Он склоняется и повторяет, я готов понести даже наказание, быть убитым. Он приносит Богу молитву. Он приносит само себя. И он не прячет себя, он никуда не девает, потому что он знает, что Бог видит его. И Бог сердце, он смотрит опять же в его сердце. И когда они возвращаются, и они такие довольные, богатства еще больше стало, все на месте, все хорошо. И когда они приходят, нам уже ближе уже, и их встречают те, которые были при обозе, тех же 200 человек. И Давид радостно говорит, слушайте, мы идем. И потом всем остальным говорит, слушайте, а все, что мы имеем, мы раздадим между друг другом. И те 400 тут же опять же говорят, да не будет этого. Ты что, Давид? Мы их догоняли, мы боролись, мы отнимали, мы свою жизнь готовы были положить. А те, которые там отстали, хошуем. И Давид говорит, очень серьезно говорит, не, ребята, этот закон будет постоянный. Потому что они так же и трудились, как и вы. Мы вместе, то, что говорили в прошлом служении, мы семья. О чем вы говорите вообще? И они поняли, если они еще что-то начнут думать или применять, Бог их накажет. Они вообще потеряют все, что есть. То наше избирательное отношение. Что мы ставим на веса своей жизни? Что мы ставим? Мы говорим, я хочу служить. Но у меня же много еще дел. Послушай, только на мгновение. Поверьте. Поверьте. Что этому, знаете, дьяволу противиться, чтобы мы, как служители Божьи. Почему служители Божьи? Потому что мы избраны Богом по сердцу. Бог избирает. Он нас взращивает. Он нас воспитывает. Даже и наказывает. И в прошлом служении вам говорится, для нас наказание должно быть в радость. Дорогие мои, наказание от Бога нам должно быть в радость. И все, что мы с вами сегодня имеем, мы имеем тело, которое не мы сами себя создали. Создал нас Бог, скажем так, аминь. Он создал нас или нет? Да, дорогие мои. То мы во власти сегодня кого? Да лучше нам быть во власти Божьей, чем во власти своих желаний. Потому что мы с каждым разом, мы будем что-то достигать, оно будет не получаться, мы будем разочаровываться, мы будем разочаровываться в первую очередь. Не в себе, дорогие мои. Мы будем разочаровываться в наших родных, мы будем разочаровываться в их служении, в Боге. Боже, разве я худое хотел? А он говорит, разве я сказал, что ты хотел худое? Я говорю тебе, пойдем со мною, я покажу тебя лучше. И Псалом, очень прочитаю вам Псалом. Псалом, сейчас, извините, я пока пить не хочу водички. Я уже буду заканчивать уже. Псалом 36, стих 4. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца… Он исполнит желание сердца… Он исполнит желание сердца… А что повторяете? Вот, вот, дорогие мои. А вот как в первой части стиха, мы как-то вот отнеслись как-то вот так вот. А вот, вот это вот к сердцу… Утешение Божие… Оно так сладко! Сначала, что там написано? Утешайся в ком. Что-то я сегодня сложно сказал вам. Весьма сложновато воспоминания. Утешайся в Боге. Когда? Когда я вам скажу маленький такой… На удивление вам. Когда нам все хорошо? Мы в нем не утешаемся. Послушайте. Мы в нем не утешаемся вообще. Мы в нем, знаете… Как бы… Он же сопутствует нам все. А вот как только тяжеловато… Мы же как бы вот к этому стиху… Как к сердцу сначала… Ты же… Усмотри, что он на сердце. Успокой мое сердце. Да? Что? И он исполнит желание сердца. А мое желание – сердце. Вот все, что мне там наслоилось. Чтобы ты мне вот так вот и пришел и сделал. Мне же по сердцу. Утешайся в нем. Утешение – это вопрос. Не просто я пришел поскорбить. Утешайся – это пребывай в нем. Наслаждайся им. Ходи путями его. И он что сделает? Усмотрит… Усмотрит желание твоего сердца. Он усмотрел желание твоего сердца вовремя. Не раньше, не позже, а вовремя. Да? И знаете, на последочек. Интересный есть Псалом. Прочитайте его дома и знаете, как домашнее задание для вас. Это и для меня. Псалом 62-й. Интересный Псалом. Интересный. Давид там говорит. Рано-рано утром встану я. И приду к Господу на молитву. Не рано-рано встану я и пойду в холодильничку. Не рано-рано утром я начну думать о своей трудности в жизни. Не рано-рано с утра я не буду нагружать себя, в которую я уже загружен еще с сегодняшнего вечера, не решившись ими делами, работой, а стану утром и буду пребывать в нем. И что Давид описывает, говорит, в тебе хочу утешаться, в тебе хочу находиться. Я хочу тебя видеть, как я видел в храме твоем. И я когда затронул эту часть, я увидел, Давид переживал отношения с Богом. И он видел Господа во святом храме своем. Он видел его. Он видел его. И как для нас сегодня есть отношения перед Богом. Как для нас есть каждодневное отношение с Богом. Ешуа, он пришел в нашу жизнь. Он пришел и постучал в наше сердце. И он узрил наше сердце, и мы открылись. И мы, как Давид, сказали, Боже, я иду служить тебе, Господь. Все, что скажешь ты мне, я хочу исполнить. Все, что ты говоришь мне, я хочу услышать. Боже, я хочу рано утром встать и прославлять тебя. Я хочу слышать слово твое. Я хочу назидаться в тебе, потому что ты учешаешь меня в своих крыльях. Ты учешаешь меня в своем благословении. Ты меня учешаешь. И Давид, он во многих временах, когда был в пустыне, он молил перед Богом. Он не находился дома. Он не находился на этих царских палатах. Он находился в пустыне и молил Бога. Он благодарил Бога за все, что он ему дает. Как не нам должно быть понятно отношение сердца к Богу, к нам. Как не нам с вами иметь благословение, которое мы имеем в своей жизни. Принимать его. Говорить, Боже Иешуа, ты жизнь моя. Господь, ты мой. Ты оживил меня. Ты воскресил меня. Ты воскресил меня из мертвых. Я верю, Господи, что ты даешь мне пропитание. Я верю, Боже, что ты даешь мне одежды, Боже. Я верю, Господь, что моя жизнь в тебе. Когда мы это будем переживать с вами каждый день, послушайте, печаль будет, но мы будем знать, к кому мы обращаемся. Мы будем говорить, имею печаль, но хочу тебя прославить, Боже. Может быть, в каких-то моментах было сложно, что я говорил, но я верю, что то, что было пережито Давидом, мы имеем с вами пережитое в жизни и переживаемое. И Машир, в окончании хочу сказать вам, его молитва, молитва за нас с вами. Это то, что говорилось в прошлом служении о семье. Это то, что Иешуа, он поднимает свои глаза и говорит, Ава, Отче, так как мы едины, я желаю, чтобы они были едины, тех, которых ты мне дал. Я не молю о всем мире, но о тех, которых ты мне дал. Я не молю их, чтобы ты забрал из этого мира, но чтобы ты их был с ними, чтобы был в единстве, как мы между собою. Все, что мы можем делать, дорогие мои, это поддерживать ближнего своего. Ни первое, ни второе душевное наше желание с жизнью, послушайте, оно будет, то, что нам нужно, Бог нам даст. И богосовет работой, семьей, любовью, заботой, все это Он дает нам. И спасибо вам, дорогие мои, что вы избраны Богом по сердцу. Я благодарен Богу, что я сегодня мог вкратце послужить перед вами. Я благодарен, что Бог сегодня говорит через Святое Писание. Будьте богосоветны, посмотрите на себя, что мы ставим приоритетом. И избираем больше богосоветов во имя нашего машины. Аминь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»